друзья всех приветствую до андрей включайте запись я бы я включил запись потом отключу я сброшу потом чуть попозже с чаба канал все начинаем видите уже настраиваемся мы побыстрее и сегодня у нас на дневном вебинаре было очень много троллей наверное рекорд то есть штук пять одновременно людей работали против нас ладно это был русский вебинар потому что иначе все это перетранслировалось бы на иностранной площадке it's so good that this was just a Russian webinar otherwise it would be all rebroadcasted to foreign platforms я нисколько не удивлюсь если будут профессиональные тролли на иностранных языках потому что наши противники будут это проплачивать and I won't even be surprised if they were professional trolls also in foreign languages because they will be paid by those who oppose us из сегодняшнего вебинара вы обязательно это поймете потому что колоссальный темп развития мы вышли на новые рубежи and you will understand why from this current webinar because the speed of our development is quite awesome and we have reached awesome new levels вы видите заставку вебинара это на два наших богатыря skyway you see the picture of this webinar these are our two four men two fighters of skyway все конечно активисты молодцы но нам уже приходится разделяться причем разделяться по континентам of course all our active players are awesome but we already have to separately go to different continents вначале анатолий эдуардович просил виктора бабурина поехать в страны латинской америки но виктор сказал я просто не смогу разделиться физически на два континента и действительно стратегически очень важно было для skyway capital и вообще skyway именно то что члены правления посетили страны латинской америки так как друзья сейчас мы параллельно ведем работу по адресных проектам на двух континентах ну не считая евразии еще австралия а скоро еще прибавится я не удивлюсь африка потому что потенциал у нее также огромный до африки конечно же доберемся но давайте пообщаемся про латинскую америку на прошлой неделе мы не сказали в какую страну летят франтишек сергей анатольевичем это было неспроста абсолютно так как конкуренты не дремлет и могли быть провокации но сейчас можно говорить дорогие друзья это был уругвай так следующий слайд чабы и андрей да это можно переводить ирина потом и вы видите вот картинку на заднем плане уругвай это была презентация именно уже членом правительства если сравнивать допустим уругвай по населению со словакии примерно чуть больше четырех с половиной миллионов населения уругвай примерно полтора миллиона населения монтавидео это столица уругвая но несмотря на то что страна достаточно бедная действительно многие находятся за чертой бедности ужин стоит более 150 долларов пожалуйста сергей антолич на такую ситуацию по ценам мы можем наблюдать в странах где находится пропасть между низшим слоем и высшим слоем то есть для среднего слоя места фактически нет и причина тому именно замедленность экономики и фактически невозможность к развитию потому что нет драйвера сергей антолич и франтишик послушали презентацию членов правительства по поводу стратегии развития сергей антолич и франтишик listened to the presentation by the members of the government about their plans for development и для себя было отмечено ну что это детский сад по сравнению с той стратегией которую мы уже сами предлагали и они просто сказали что в сравнении с тем, что мы можем предложить их эта презентация стратегия выглядит как на уровне детского уровня то есть обсуждались шлагбаумы на железной дороге и подобные вещи либо создание твердого полотна в общем немножко не то на наш взгляд и уругвай вообще является очень выгодным по географическую положению страной фактически это окно в страны латинской америки но вы видите франтишик вам показывает вот оно окно в латинскую америку и действительно все товары грузы и в особенности контейнеры они будут проходить через уругвай с морских путей но на сегодняшний день ситуация обстоит таким образом что естественно препятствует этому Анде достаточно высокий город и от четырех до десяти суток наблюдается перевозка вообще контейнера любого который прибывает именно морской порт то есть это недопустимо много мы обязательно более подробно будем все описывать и разбирать в будущем по странам латинской америки но проблема простая проблема высоких затрат на перемещение товаров и грузов в контейнерах имеет место быть и уругвай был предложен действительно драйвер их экономики развития транспортной инфраструктурной альтернативы skyway как инновационная технология вообще тот слайд который вы видите встреча это не самая главная встреча самая главная встреча была с министром транспорта и с Виктором с Россией встреча произошла следующий слайд следующий слайд показывает встреча с Виктором с Россией с Виктором с Россией на слайде это не Виктор Россией Виктор Россией изъявил желание пока не фотографироваться как истинный политик это правильно но была организована нашими партнерами ведущими институционными европейскими группами закрытая встреча с министром транспорта все было обсуждено и презентация которую вы видели на предыдущем слайде это была только формальность и стоит признать что до встречи министр уже достаточно хорошо ориентировался в skyway и обсуждали уже конкретную стратегию и адресные проекты и мы должны предъявить что даже после встречи министр уже знал много о скайве и во время встречи специальные стратегии и проектов были обсуждены он абсолютно согласился что те дороги которые позволят перемещать дерево углеводороды ну то есть лес и они могут приносить колоссальную прибыль стране и он был абсолютно согласен с нами что такие дороги которые помогут транспортировать дерево и гидроэкорбон они действительно получили большую прибыль для страны была поддержана идея именно создание такой концепции даже линейного города высокоскоростной трассы между такими странами как перу боливия парагвай аргентина уругвай что интересно всегда от стран латинской америки непосредственно от уругвая что-то хотят я имею ввиду что инвестиции будут давать не просто так нужны углеводороды лес территории либо вообще кто-то желает сделать типа оранжевой революции и когда мы зашли как независимый и заинтересованы только в чистом инфраструктурном развитии компании ну невозможно отказать то есть мы в нужном месте в нужное время вообще в странах латинской америки сосредоточены более 40 процентов мировых запасов углеводородов и более 40 процентов всего леса поэтому естественно когда мы предлагаем стратегию развития такой драйвер экономики как трасса я скажу чуть попозже какие города это города Лима, Ла-Пас, Асенсион, Бразилия, Монтовидео и они теоретически могут связаны именно высокоскоростной трассой, грузовой трассой и даже целой концепцией линейного города и они могут быть связаны с высокоскоростной трассой, грузовой трассой и даже концепцией линейных городов и представьте, какой это действительно заманчивый кусок пирога участвовать в инвестировании тех дорог по которым будет перевозиться товар и сырье более 100 лет и наши европейские партнеры прошу прощения, Алексей, меня просят почему-то перезайти мне здесь пишут так, а я вас хорошо слышу, не надо ничего перезайти да, это Ирине коллеги сказал а, это другой Ирине писали, извините соответственно я могу сказать, что наши европейские партнеры абсолютно не ошиблись что инвестиционные группы Уругвай и Латинской Америки будут заинтересованы нашим проектом и вот вы на слайде видите улыбающегося молодого человека, пылающего просто энергией это наш активист уже Skyway, Андриан Андреас So, the young man smiling full of passion is our new activist already there, whose name is Andreas Следующий слайд Этот человек выразил желание и понимание, что вообще одна из его возможностей лучших инвестиционных это развивать проект Skyway в Уругвай и странах Латинской Америки Хотя он является руководителем и директором крупного инвестиционного фонда стран Латинской Америки но они закрыты в оковах своей страны Though he is a director of a major investment fund in Latin America but they feel as if constricted by the situation in their countries Это он сразу понял и сказал, как говорится, я ваш So, he understood that at once, and he told us, I am yours По выражению лица ассистента министра транспорта вы можете тоже понять, что он достаточно заинтересован And you could see also by the facial expression of the minister of transportation assistant that he is also quite interested Будем считать, что это и есть мнение министра транспорта, передающегося через эту фотографию Let's believe that this is the opinion expressed by the minister of transportation that was shown to us through that picture Андрей, следующий слайд И вот вы видите ценность того, что я обрел в 2014 году То есть я покажу во все камеры Это вот такой вот значок Transnet То есть вот, пожалуйста Вот это вот такой значок Transnet Я его получил на первой конференции Это ограниченная серия, примерно 500 значков Сергей Анатольевич подарил два значка И, кстати, второй участник инвестиционного фонда очень похож на Цукерберга Марка И Андреас простерялся и сказал Я не могу так просто принять значки Возьмите и вы в дар Это лимитированная коллекция часов под Galaxy S8 Michael Kors Вы наверное понимаете, что Michael Kors это достаточно недешевая вещь Вы наверное понимаете, что Michael Kors это достаточно недешевая вещь И в эту цену оценил именно первичное сотрудничество Андреас, то есть он оценил перспективу SkyWay. Если кто-то когда-то будет спрашивать, упрекать Сергея Анатольевича Франтишко, знаете, иногда увеличивают часы, что за дорогая фирма, у нас есть ответ, нам подарили. И сейчас я могу сказать, часы развития Латинской Америки начали тикать. Потому что сейчас мы с Сергеем Анатольевичем и Франтишиком будем летать в Латинскую Америку примерно как мы летаем в Европу. Потому что сейчас мы вместе с Сергеем Анатольевичем и Франтишиком будем летать в Латинскую Америку как мы летаем в Европу. Работы предстоит много, но наши партнеры и вообще по нашим контактам уже готовятся на осень встречи с другими странами Латинской Америки, естественно, с руководителями. То есть это как раз таки представители власти тех стран и институционные группы как Перу, Боливия, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Чили, Миннесуэла. И все это будет подытожено мощнейшим и серьезнейшим форумом международным, который пройдет как раз таки в странах Латинской Америки осенью. И все это будет финализовано или закончено в основном международным форумом международным форумом, который будет происходить в осенью в странах Латинской Америки. Естественно, сейчас такую команду придется взять, возможно, нашего штатного испанского переводчика. Но это того стоит, потому что до конца года мы можем сформировать просто шквал адресных проектов в таких визитах страны Латинской Америки. Но это стоит, потому что до конца года мы можем создать целую аваланшу проектов в странах Латинской Америки. Следующий слайд. Это было такое первичное зондирование. Я могу сказать, что цель перевыполнена на 250%. Примерный эффект от выставки. И действительно официально можем заявить, что Skyway вошел в Латинскую Америку. Абсолютно серьезнейшим образом работа продвигается в странах Азии. Вы видите как раз одно из совещаний Виктора, тут Мадина, один из мощнейших юристов Азии, один из директоров нашей азиатской компании. Мы познакомились с ней в Индонезии на выставке и с некоторыми партнерами даже расстались. Но вот эта хрупкая, небольшого роста девушка, очень мощный лидер, организатор, и она осталась в команде. Мы встретили ее в Индонезии на экзибионе. И даже, хотя бы некоторые партнеры остались, эта явно мягкая женщина – это великолепный партнер нашего команда, который остался с нами. Виктор во второй раз вылетел в Джакарту, там он встречался с сертификационными органами по местной сертификации, то есть азиатская сертификация идет. Виктор flew to Jakarta for the second time to meet with local certification authorities, so the certification for Asian countries is going on. Все вы видели, что белорусская сертификация полным ходом идет, то есть у нас уже не один, не два Unibus, а еще больше, то есть мелкосерийное производство. То есть все готовится к реальному запуску адресных проектов на территории Азии. So everything is getting truly ready for the launch of target projects in Asia. Виктор встречался с институционным комитетом непосредственно по вопросам продолжения регистрации местной компании и, естественно, адресные проекты, потому что с инфраструктурой достаточно бедно. Виктор встречался с институционным комитетом непосредственно по вопросам продолжения регистрации местной компании и, естественно, адресные проекты, потому что инфраструктурой достаточно бедно. Ну давайте вспомним про один только потенциал 300-400 адресных проектов в виде применения морских портов и подумаем, а сколько еще будет еще? Сейчас по логике такого инфраструктурного Кинг-Конга, вы видите, Виктор у нас среди небоскребов, как Кинг-Конг действительно такой венчурный. Мы развиваем отношения с различными партнерами. Теперь, according to the logic of such an infrastructural King Kong, just like you see Victor in the picture, as a venture King Kong amid skyscrapers, that's how we see and develop our cooperation with our partners. То есть это стандартное инфраструктурное строительство, это металлопроизводство, это металлообработка, все, что необходимо нам иметь в качестве партнеров, подрядчиков и институционных союзов. So, all the standard infrastructure matters, like construction, metal production, metal processing, we are working with all these kinds of partners, sub-constructors and, of course, investment funds. Ну и постфактум я могу сказать, что Виктор умудрился заехать еще в Малайзию. Это было первое зондирование, то есть именно первый опыт взаимодействия с малайзийскими предпринимателями. Но результат действительно обрадовал, потому что встречались с представителями крупного бизнес-сообщества, ну, на уровне, наверное, Газпрома в России. Родились первые концепции грузовых и пассажирских перевозок по адресным проектам именно в Восточной Малайзии, но зондирование рынка только началось. Следующий слайд. И я могу сказать, что сейчас мы активно перехватили эстафету у Виктора, не перехватили, взяли эстафету у Виктора и он развивает Азию, а мы, соответственно, в Латинскую Америку. И, естественно, основная цель, и она будет достигнута абсолютно всех представителей стран Латинской Америки, которые заинтересованы в развитии Skyway, пригласить на Экотехнопарк и уже там подписывать контракты. Напоминаю, что Сергей Анатольевич с Франтишиком отправились примерно 14 августа в страны Латинской Америки. Виктор, вообще в начале августа. I should remind you that Сергей Анатольевич и Франтишик went to the countries of Latin America on the 14th of August and Victor in the beginning of August. 13 августа состоялось празднование юбилея нашего активного партнера, члена правления Владимира Маслова. Вот посередине вы видите как раз времена, когда он был вице-мэром Таллина. И вот эту вот картинку нарисовали не дети, а, действительно, могу сказать, количество миллионеров, может быть, миллиардеров на юбилеи зашкаливало. And the drawing, you see, was not drawn by children, but I would say that the number of millionaires and billionaires on this anniversary was even too much. Ну, знаете, есть такое понятие, как нет пророка в своем отечестве. Не знаю, как переведут переводчики. You know, there is such a concept that there is no profit recognized in his own home. То есть вот эти вот мощные инвесторы, политики, для них Владимир Маслов всегда Володя и останется им. So, for these major investors and politicians, Владимир Маслов is always their pal, Володя, and that's what he will remain to them. То есть друг, товарищ, знакомый, но не бизнес-партнер. Следующий слайд. И насколько меняется мнение, когда эффектом рикошета передается именно видение, насколько у нас мощный проект? Некоторые из приглашенных на юбилей его друзей присутствовали на конференции, и уже сегодня Владимир с планерки убежал согласовывать нюансы по адресам проекта, но уж все ускорилось. Некоторые из приглашенных друзей из anniversary были также присутствовали на конференции. И сегодня Владимир должен уйти от планирования, чтобы идти и поговорить о таргетах проекта в более детях, потому что все начало идти гораздо быстрее. Друзья спросили его, Владимир, а почему ты не говорил нам ранее так глубоко о проекте? Почему ты не показал нам их возможности? И естественно такой вопрос встает, почему, когда присутствуешь на такой конференции международной по странам Прибалтики. Я вам не буду, в первую очередь, господа европейцы, говорить, насколько мощно у нас проходят конференции. Одно могу сказать, в Прибалтике было 250-300 человек. Следующий слайд. Естественно, наряду с этим всем позитивом и бурным развитием нам пытаются мешать. Многие пытаются играть на том, что якобы не меняется по каким-то причинам дисконт. Друзья, я могу сказать по секрету, что дисконт может не только на десятый этап поменяться, а сразу на одиннадцатый. Но, мои друзья, я могу рассказать вам небольшое секрет, что дисконт может меняться не только на десятый этап, но и даже на одиннадцатый этап. Сейчас ожидаем возвращение Виктора с Азии. Анатолий Эдуардович, вроде, в Индию должен был улететь. Я уже даже, если честно, потерялся в перемещениях выхода. Анатолий Эдуардович, так как я знаю, мистер Яницкий должен был уйти в Индию. Я, честно говоря, потерялся в таком большом количестве путешествий. Да, я и в своих перемещениях теряюсь. Ладно, сейчас пауза. Сегодня сдал на шенгенскую визу, будет перерыв. Но, на самом деле, перерыва, друзья, не будет, потому что в конце августа Франтишик, Сергей Анатольевич, я и еще пять директоров поедем в Минск. Причина этому одна и она очень замечательная. То, что мы пробили вновь и установили рекорд инвестиций. Вот уже деньги в пути, точно. И есть одна причина, и очень замечательная причина, что, опять же, мы сделали нашу свою рекорд инвестиций и деньги на дороге. То есть давайте вспомним, что было, а что стало. Ранее, в 2015 году у нас от друзей Сергея Анатольевича была самая крупная инвестиция примерно от 50 до 100 тысяч долларов. Затем у нас такая крупная инвестиция колебалась, мы достигали этого уровня, но побить рекорд не могли. И в 2016 году был установлен новый рекорд 339 тысяч долларов, я имею в виду от одного человека. И я думаю, что европейцы и иностранцы меня поймут, что 100-150 тысяч сейчас такими инвестициями в SkyWay никого не удивишь. И сейчас мы уже перешагнули порог, пока что не перешагнули, но деньги в пути, как только они придут, на следующей неделе мы объявим. Это несколько миллионов долларов. То есть это говорит о том, что у нас нет потолка, мы его пробиваем. У нас нет препятствий, мы с ними справляемся. Тролли мы просто перерабатываем. И даже такие серьезные атаки, как, допустим, была заказная статья литовская, что SkyWay это пирамида. И причем это после того, как официально признали, что на самом деле никаких доказательств пирамидальности Литва не нашла и была вынуждена вернуть деньги. И это было после официального признания, что никакой доказательств пирамидной структуры в Литве не было бы вернуть деньги. Друзья, с каждым новым этапом нам будут стараться вредить все больше и больше, потому что мы многим переходим дорогу. И вы помните вот фейковое ICO, мошенническое ICO, которое кто-то запустил? Мы предполагаем, кто это сделал и даже он потренировался. И не исключено, естественно, точно мы не можем знать, что компания Ajax, то есть команда Виктора Узлова, то ICO, которое они запускают сейчас скоро, оно является как следствие того ICO. И это вполне возможно, что компания Ajax, то есть команда Виктора Узлова, то есть новая ICO, которая будет запускать скоро, будет просто результатом этого практики, этого предыдущего ICO. Виктор Узлов – это один из недобросовестных партнеров, который приостановил развитие SkyWay на несколько лет по своей жадности, в своей сущности. Виктор Узлов – это один из таких непринципальных или непринципальных партнеров, который приостановил развитие SkyWay по причине его собственной греи. Мы с Сергеем Анатольевичем предполагали, что наши вебинары активно смотрят и наверняка эта стратегия будет применима. Но эта задача, она необходима к выполнению, потому что на самом деле поставлена была еще в 89-м году, когда Юницкий описал, что такое блокчейн. Сейчас время и тренды диктуют и обязывают не опаздывать. Я сейчас европейцам точно статьи не сброшу, но уже вовсю по российским СМИ трубят о приближающейся мировом экономическом кризисе, который начнется с Америки. И на самом деле я был очень удивлен, потому что всего лишь месяц назад это был очень такой секретный момент. Информация. И, честно говоря, я был очень удивлен, потому что около месяца назад это был очень секретный информационный момент. Мы ее получили от одного из наших потенциальных крупных инвесторов, который еще сыграет свое. И более того, он сказал, запускайте быстрее проекты, запускайте быстрее новые модели финансирования проекта, в том числе на цифровой экономике, и мы будем, возможно, вас выинвестировать. И он сказал нам, запускайте ваши проекты так быстро, как возможно, и запускайте новые модели финансирования проекта, используйте диджитальную экономику, и мы будем инвестировать в вас. Потому что сейчас сильные мира сего бьются конвульсия, продают активы, вкладывают в крипто активы и мечутся из стороны в сторону. Никому не покажется мало, когда обнулиться внешний долг США, либо будет искусно создан дефолт. Мы также допускаем ситуацию, и есть инсайдная информация, что и с Евросоюзом еще до этого может стать плохо, и вплоть до разделения Евросоюза. А что после этих событий станет со средствами? Во сколько раз они уменьшатся, и будут ли они вообще? Но сейчас мы уже ведем переговоры и говорим, как на конференциях, так и крупным институционным фондам, что выход есть. Это реальная инфраструктурная экономика. Экономика основана на прорывной инновационной технологии SkyWay. В некоторых случаях экономика реальная инфраструктурная, совмещенная с цифровой экономикой, токенизированная, оцифрованная. Сейчас наш проект представляет международный экономический ковчег. И мы будем создавать и просто обязаны реализовать также концепцию международного оцифрованного ковчега. Так как все активисты ни на секунду не останавливаются, мы не можем допустить какое-то затормаживание проекта SkyWay. И мы искренне постараемся успеть и создать те инструменты, которые даже в условиях экономического кризиса позволят всех желающих принять на борт и действительно совершить такое великое путешествие. Мы очень надеемся, что мы сможем сделать это в время и создать такие инструменты, что даже в этой экономической кризисе мы сможем получить всех для этого безопасного путешествия. И поэтому я могу вам напомнить, друзья, что сейчас развитие проекта настолько быстрое, что действительно может произойти переход не на десятый этап сразу на одиннадцатый. So, my friends, I do remind you that the development of the project right now is so fast that there might be a transition from ninth not to tenth, but at once to eleventh stage of the project. Ну, а когда этот механизм и новый инструмент будет подготовлен, то я не исключаю и перепрыгивание просто с этапа на этап вплоть до четырнадцатого, может быть, пятнадцатого этапа. And when the mechanism and this new tool is ready, I say that it is quite possible that we will simply jump from stage to stage until we reach, per se, 14th or 15th stage. Каждый кризис является и возможностью, и та инфраструктура, которая создает возможность для реанимирования и реинкарнации экономики, выигрывает и является драйвером. Every crisis is also an opportunity, and the instrument that creates the possibility to reanimate or even reincarnate the economy will be its driver. Поэтому есть такая замечательная русская пословица, предупрежден значит вооружен, но я могу сказать тот, кто в Скайвэе, тот защищен. Поэтому, друзья, традиционно могу сказать уже до следующей среды, что строй Скайвэй, спасай планету и дай дорогу. мир Транснету. And traditionally, friends, I can tell you, see you next Wednesday and build SkyWay and save the planet, open the way for Transnet. До скорой встречи, и помните, выход у нас, у Скайвэйщиков, есть всегда. See you soon, and remember, for our people of SkyWay, there is always a way out. Good luck!